Полная разруха. Это все, что осталось от двух гектаров сельскохозяйственных угодий в Северной Калифорнии. Для Сары Хокинс и ее мужа последние 17 лет эти места были маленьким раем на земле. Теперь от него остались лишь осколки предметов, воспоминаний. Старый фарфор, унаследованный от бабушки, детали каких-то предметов быта, накопившихся за несколько десятилетий. Огонь продвигался по невысокой траве, по грязи. Мы не знали, где мы сами можем спастись. Здесь, в этом сарае, сгорели все 17 козлят Сары. У нас не было времени, чтобы присоединить трейлер. Мы не знали, что надвигается такая опасность. Никогда пожары здесь не распространялись так быстро. И мы просто не смогли их спасти. Сложно с этим смириться, потому что я несла за них ответственность. Теперь это мой ночной кошмар. Как здесь все начинает гореть. И когда мы вернулись на следующий день, мы увидели останки сгоревших козлят на скотном дворе. Местные жители, такие как Сара, привыкли к лесным пожарам в этой части света, но никогда не видели ничего подобного, как в этом году. Одновременно происходят множество гигантских пожаров. Миллионы гектаров были уничтожены. Миллионы жителей должны были покинуть свое жилье. Отравленный воздух. Кажется, что горит все западное побережье. Некоторые эксперты говорят, что изменение климата дало пощечину Калифорнии. В колледже Понома в Клермонте мы встретились с экспертом по анализу окружающей среды Чаром Миллером. Люди являются движущей силой изменения климата, потому что они ездят на автомобилях. Выбросы загрязняют окружающую среду. Все это нагревает планету, атмосферу. И в итоге, когда начинаются пожары, то они являются результатом нашей деятельности. Сара Хокинс не сдается и уже начала строить новый хлев. С осознанием того, что новый пожар может опять все унести. Продолжение следует...